МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Космоспик Челпонбаев". Переведён в СИЗО-1 до 15 ноября. Прокуратура озвучила новую сумму ущерба вследствие его действий. 65 миллионов сомов вместо 9. По миру покатилась вторая волна ковид-19. В Минздраве говорят, что провели работу над ошибками, сделали выводы, а заодно и запас лекарств, оборудование и СИЗ. Торога Дастан Джумабеков сегодня в центре внимания ЦИК. Его жест доброй воли 50 тысяч жительниц Таласа привёл к рекомендации снять его с выборов. И безопасность, и экономия свадьбы в формате видеоконференции теперь провели и в Кыргызстане. Экран один, а гостей сколько захочешь. Далее об этих и других новостях более подробно. В студии новостей в прямом эфире Джолдош Исаков. Здравствуйте. Кандидата в депутаты и по совместительству Торога Джугуркукинеша Дастана Джумабекова предложили исключить из предвыборной гонки. Такое решение ЦИКу представила внутренняя рабочая группа после изучения всех обстоятельств дела. А заключалось оно в том, что Дастан Джумабеков во время поездки по Таласу, которая происходила в разгар агитационного периода, сделал крупный денежный подарок молодой женщине, назвавшей своего новорожденного сына в его честь. Джумабеков проявил щедрость и вручил Видису Инчу 50 тысяч сомов. Случись это месяцем ранее, этот жест не получил бы такой огласки. Теперь же вокруг него скандал. Поступок подпадает под нарушение норм выборного законодательства. На вопрос, нашли ли признаки административного ресурса или подкупа в действиях Торога, одна из членов Центра избиркома ответила злоупотребление админресурсом. Кто понесет ответственность за широкий жест Джумабекова во время предвыборной кампании? Торога или партия, кандидатом от которой он является? Или это не будет расценено как нарушение выборного законодательства? Цюки должны решить сегодня. Заявители, члены неправительственной организации, коалиции за демократию и гражданского общества требуют исключить весь кандидатский список политической партии, членом которой является Джумабеков. И это не единственное их требование. Мы подали жалобу на действие действующего спикера Диорка Кенеши Достанбека Джумабекова в связи с тем, что появилась информация о том, что он передал 50 тысяч сомов в качестве сюнчу для женщины, родившей в Каласе, что является недопустимым. Согласно конституционному закону о выборах депутатов Диорка Кенеши и президента Кыргызской республики, кандидат от политической партии не вправе заниматься любой благотворительной, либо иной деятельностью, передавать вообще какие-либо средства, либо подарки во время предвыборной агитации. А действиям спикера в соответствующем нужны уже соответствующие органы, должны дать юридическую оценку, потому что как и злоупотребление административным ресурсам, так и подкуп голосов избирателей является уголовно наказуемым деянием в нашей стране. Рабочая группа из 8 человек заседала 2 дня. Сегодня, после полутора часов обсуждений в закрытом режиме, они пришли к единому решению и передали его членам ЦИК. Рабочая группа, рассмотрев это, она все-таки приняла решение о том, что надо санкции ко всей партии не применить, а применить именно конкретному кандидату, допустившему такое правонарушение. Поэтому решение было отменить регистрацию. Это было решение вынести предложение на заседание ЦИК и отменить регистрацию данного кандидата. Решение по торга пока еще не принято. Обсуждение идет в эти минуты и среди членов ЦИК активное. Так, в ходе него рабочая группа представила свои умозаключения по поводу действий Достана Джумабекова. Однако юристы последнего заявили, что они не имеют отношения к агитационной кампании партии. Поездку Джумабеков совершал в качестве спикера. Однако некоторые члены ЦИК все-таки настаивали, что характер поступка имел признаки подкупа, так как в программе партии, от которой он баллотируется, есть пункты об увеличении размера с юнчу как раз до суммы в 50 тысяч сомов. Другие же члены ЦИК отметили, что доказать умысел агитации невозможно. А вот использование админресурса вполне, ведь во время этих встреч Джумабекова сопровождало руководство области, а значит, этот вопрос должны взять на рассмотрение органы прокуратуры среди предложений исключения из гонки или же вынесения предупреждения. Милиция США отреагировала на видео с Домкомом, которое запрещало агитаторам проводить свою работу в многоквартирном доме. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь управления внутренних дел Южной столицы Замер Сыдыков. Он сообщил, что расследование было начато по факту препятствования проведению агитации. Так правоохранители расценили поведение женщины, которая, судя по видеозаписи, является председателем домового комитета многоквартирного дома по улице Салиевой. И с позиции Домкома она запретила мужчинам зайти даже в подъезд, заявив за всех жителей, что они якобы уже решили, за какую партию будут голосовать. И при этом говорит ее название. О нарушениях сообщают и жители Бишкека. В основном они связаны с массовой регистрацией небишкекчан по форме 2, которых для этого организованно подвозят к избирательным участкам столицы. По некоторым таким фактам расследование ведут правоохранители, по другим оперативная группа ЦИК. Сумма ущерба возросла, арест продлен. Космосфек Чулпонбаев, бывший министр здравоохранения, заключен в СИЗО-1 до 17 ноября. Чулпонбаева, напомним, обвиняют в халатности и злоупотреблении служебным положением во время пандемии коронавируса в стране. Следствие заявляет, что государство потеряло 65 миллионов из бюджета из-за сомнительного контракта на оказание консультации. Однако Чулпонбаев может оказаться не последним чиновником, кого привлекут к ответу за действие или же бездействие до и во время эпидемии COVID-19. Как сообщает в надзорном ведомстве, в рамках расследования причин распространения коронавируса заведено еще пять уголовных дел. В отношении должностных лиц республиканского штаба, правительства и Минздрава имена попавших под подозрение чиновников пока не разглашаются. Меру пресечения бывшему главе Минздрава накануне рассматривал Первомайский районный суд Бишкека. Двумя днями ранее чиновник был задержан после уже третьего допроса в ГСБ. Ходотайство Финпола об аресте Космосбека Чулпонбаева суд удовлетворил. Два месяца до 17 ноября он проведет в СИЗО номер один. На суде бывший чиновник свою вину не признал. Господин Саверевич, вы считаете себя виновным? Нет, я нет. Почему? Как вы прокомментируете свое уголовное дело? Не знаю, что он пишет. Напомним, 15 сентября Чулпонбаев был задержан сотрудниками Финпола по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением. Тогда сообщалось об ущербе государству от его действий на сумму около 9 миллионов сомов. Руководящие лица Минздрава, республики, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам народа и государства, заключили заведомо невыгодный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету значительный ущерб. А накануне, когда уже генпрокуратура сообщила о заключении Чулпонбаева, сумма, в которой оценили ущерб бюджету, значительно выросла. Теперь обвинение в лице надзорного органа утверждает, что вследствие действий экс-министра ущерб государству составил 65 миллионов сомов. Космоспект Чулпонбаев подозревается в злоупотреблении своего служебного положения, а также в заключении заведомо невыгодного контракта на предоставление консультационных услуг, вопреки интересам государства и страны, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 65 миллионов сомов. С января по июль этого года секретариат Совета безопасности провел 8 заседаний, на которых принимались решения с рекомендациями для госорганов, чтобы были предусмотрены всевозможные угрозы и, как следствие, предприняты все меры для предотвращения распространения COVID-19 в стране. Это был как раз переломный момент, в который потенциально опасность переросла в реальную. Но к такой проверке на компетентность и собранность, некоторые высокопоставленные чиновники, занимавшие министерские кресла, как уже после признал и сам президент Сурубай Джеймбеков, не прошли. Коронавирус проник в республику и началась беспорядочная суета. Вирус, о котором уже три месяца к тому времени твердил Китай и Всемирная организация здравоохранения. Чиновники Минздрава, что стало очевидностью, не знали, как встречать. Дышу, дышу, дышу! О том, чтобы избежать его появления в нашей стране, уже не могло быть и речи. Однако и попытки сдержать его распространение, грамотно локализовать на местах, оказались бестолковыми. Алгоритмы встречи прибывающих в страну граждан постоянно менялись. Люди бунтовали в обсервациях. Подготовка медсистемы шла из рук вон плохо. Но признавать надвигающуюся трагедию начальство Минздрава не осмеливалось. Так еще и потом, как выяснится, кое-кто в этой жуткой ситуации пытался заработать. Предприниматели на спекуляции, чиновники на тендерах. Вопреки всем успокоительным речам представителей Минздрава, стремительные темпы инфицирования граждан в считанные дни обнажили все проблемы. И тогда зазвучала правда. Где и сколько ИВЛ? И что многие аппараты не работают? Что подачи кислорода в стационарах нет? Кислородные станции не функционируют? Запасы лекарств не сделаны? Реагентов нет? Лаборатории не готовы? К черному июлю у руля стоял уже другой министр здравоохранения. Организовать официальные поставки препаратов к тому времени уже было невозможно. И даже деньги доноров были, но приобрести все необходимое было трудно. Все не к месту и не ко времени. Драгоценное время перед мартом этого года, когда страны одна за другой стали объявлять чрезвычайное положение и закрывать границы, было потрачено впустую. Какие шаги со стороны Кабмина не были предприняты, а какие, напротив, стали фатальной ошибкой? Отчасти итогом всей этой работы стали 1063 жертвы. Но тогда, в период острой эпидемии, было совсем не до того, чтобы искать виноватых. Теперь все это анализируют следствия. Выводы, как ожидается, будут озвучены на одном из очередных заседаний Совета безопасности. Но уже сейчас в отношении должностных лиц правительства, республиканского штаба и Министерства здравоохранения возбуждены уголовные дела по фактам коррупции, лоббированию интересов фармкомпании и заключению заведомо невыгодных для государства контрактов проведения госзакупок, причинивших крупный или особо крупный ущерб государству. В связи с непринятием неотложных мер по обеспечению готовности медучреждений к оказанию помощи населению, закупке предметов медицинского назначения и медикаментов органами здравоохранения в период вспышки пандемии расследуется пять уголовных дел о халатности и коррупции. Секретариат Совета безопасности просит все заинтересованные стороны, граждан, экспертов и представители гражданского общества оказать содействие и направить имеющуюся информацию и предложения по их исследованию и анализу, а также обобщение по материалам, которые готовятся к заседанию Совбеза. По последним данным, случай летального исхода от заражения коронавирусом в Кыргызстане не фиксируется с 9 сентября. Всего с начала пандемии COVID-19 заразилось более 45 тысяч кыргызстанцев. В последние дни, как сообщает Минздрав, количество заболевших снова начало увеличиваться. Ботеса, Турган, Язов, НТС. Свежие данные о ситуации с распространением коронавируса в Кыргызстане озвучила сегодня начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова. На брифинге она представила обновленную статистику, которая свидетельствует о небольшом росте количества новых заболевших. По словам чиновницы Минздрава, за последние сутки выявлен 91 человек. Больше всего заболевших в Чуйской области – 11, в Ожской и Иссыкульской областях – по 15, а в Баткении – вовсе 20 человек за день. В это количество входят и те, у кого COVID-19 подтвердился лабораторными исследованиями. Это пациенты, которые включены в статистику категории U07.1. Остальные регистрируются как пациенты с небольничной пневмонией под кодом U07.2. Выписали между тем и стационаров 98 человек. Лечение в больничном режиме продолжают 547 граждан. Абулаторно – 1772. Умерших, как сообщила Ахматова, по стороне за последние сутки нет. Таким образом, количество летальных случаев вследствие заражения коронавирусом, к счастью, не увеличилось. Что касается медперсонала, сообщается, что еще у троих работников организации здравоохранения выявлена инфекция. Это случаи Баткенской области 2 и Джалабадской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составило 3188 случаев. С выздоровлением за последние сутки из стационаров выписано 4 медицинских работника и из домашней самоизоляции выписано 17 медицинских работников. Всего по республике с выздоровлением выписано 2760 медицинских работников. За медиков, которые не могут получить компенсации за заражение на рабочем месте, вступились юристы. Крупное юридическое объединение обратилось в Генеральную прокуратуру с требованием провести проверку по всем выплатам и действиям организации здравоохранения, в которых работают пострадавшие врачи. Адвокаты отметили, что к ним от безысходности обратилось много медработников, по словам которых, директора больницы, чиновники Минздрава под разными предлогами пытаются лишить медиков право на получение положенных им компенсаций. В частности, от врачей требуют привезти как минимум троих пациентов, чтобы доказать факт заражения медработника именно от них. Но при этом говорят врачам, что даже при этом условии доказать свое заболевание на рабочем месте им не получится. Кроме того, пожаловались врачи, комиссия Минздрава заявила, что уже прекратила сбор документов для выплаты компенсации, не пояснив, на каком основании. В этой связи юристы потребовали от прокуратуры проверить, как, сколько рассмотрено заявлений медиков на возмещение под 200 тысяч сомов, а также по выплатам компенсации семьям погибших от COVID при исполнении служебного долга. Лекарства, медтехника и средства индивидуальной защиты для потенциальных пациентов с COVID-19. Есть ли все, что нужно на случай второй волны, которая, как предрекают международные эксперты в условиях холодного времени года, может оказаться еще более страшной по масштабам? В Минздраве говорят, все пережитое с весны до конца июля – бесценный опыт. Расчеты проведены, запасы сделаны. Как минимум, утверждают чиновники, их хватит на три месяца. А вот пояснить, на какое количество заболевших хватит этих медсредств, ответить затруднились. Анастасия Соболева подробнее. На этой машине весной и летом волонтеры спасали Бишкекча. Когда пациенты уже не могли дышать сами, а попасть в больницу не получалось из-за нехватки мест, добровольцы им везли кислородные концентраторы. Волонтеры спешили по вызовам, чтобы помочь и с лекарствами. Таких машин у Центра инициативной молодежи 126. Сегодня каждая из них уже гораздо лучше приспособлена к оказанию помощи. К примеру, прямо в ней можно подключить электропитание к кислородному концентратору. У нас мобильные группы, готовые, специально оборудованы такими инверторами. Сюда можно будет подключать кислородные концентраторы. И вот такие вот машины мы помогаем врачам с транспортировкой. Специальные вот такие наклейки подклеили, подготовили, чтобы когда нас сопровождает сотрудник УПС, чтобы они понимали, что здесь именно пациент. В самый трудный период эпидемии с конца июня до начала августа 200 человек работали в две смены, не покладая рук, чтобы довести нуждающихся до больницы. В тот злополучный июль около 400 вызовов поступало круглосуточно. В регионах тоже созданы свои мобильные группы. Все на готове в курсе прогнозов эпидемиологов. Волонтеров как по Бишкеку, так и по всей стране очень много. Как они говорят, если ухудшится эпид-ситуация, а ожидается это уже в октябре, то они сразу объявят сбор средств. А так волонтеры всегда на старте. Волонтеры показывают то, что у них имеется со времени первой волны COVID-19. Концентраторы, которые предоставляли болеющим коронавирусом, кислородные подушки. Осталось немало респираторных масок, СИЗы, в целости и сохранности пульсоксиметры. Все по коробкам. Если эпид-ситуация ухудшится, все это волонтеры снова будут предоставлять нуждающимся. Будут подмогой медикам. Мы эти оставили специально. Есть какая-то информация, потому что будет еще вторая волна. Мы для этих поставили. У нас сейчас остались почти лекарства, СИЗы. Сколько в этих коробках разных медицинских изделий неизвестно. Как говорят волонтеры, они еще не проводили инвентаризацию. Мы находимся в одном из ангаров департамента лекарственных средств. Здесь хранятся коробки со средствами индивидуальной защиты, масками, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной метилляции легких и многим другим. Словом, все то, что за последние месяцы нам прислали доноры. Это, например, гуманитарные помощи с Турцией. Гумпомощь хранится в двух ангарах. На коробках нарисованы флаги стран-отправителей. Казахстан, Китай, Россия. По словам заместителя директора департамента, начиная с мая, практически каждый день в Кыргызстан доставляли такие посылки из порядка 50 стран. Это маски. Не маски, а для взятия. А, пробы из носа. Пробы, да. А на мясе флакона хранится в холодильнике. На другом складе хранится то, что закупили по линии фонда обязательного медицинского страхования. Антисептики, маски и лекарства. В основном антикоагулянты, которые летом были в остром дефиците. Когда граждане сутками напролет колесили по городу, от аптеки к аптеке в поисках жизненно важных кроверазжижающих препаратов, антибиотиков, витамина С. С ночи дежурили у их дверей. Скандалили в очередях, чтобы урвать для своего близкого, находящегося в тяжелом состоянии, коробочку с ампулами. Гал, здесь идет линия залит, здесь надрофарин есть, эпискум, вот этот гумпома, вот этот, первая часть, с задней стороны сазакуп. А здесь вот гепарин в количестве. Вот этот мы вчера только получили с Кувейта. Не придется ревновь гражданам бегать по складам и аптекам в поисках этих медикаментов. Как уверяет заместитель директора департамента лекарственных средств Руслан Акматов, этих препаратов в стране сейчас достаточно. Форматевтические компании тоже их уже успели закупить в достаточном объеме. Даже не прочь отправить часть партии назад поставщикам. Ведь сейчас уже такой потребности, как летом, нет. Никто особо их и не покупает. Однако запрет на вывоз из Кыргызстана этой категории медикаментов, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, все еще не отменен. По моим сведениям, сейчас у нас по республике в остатке есть около 170 тысяч гепарина, где-то 80 тысяч упаковок лексанов. Приказом Министерства здравоохранения, значит, все организации здравоохранения сейчас имеют запас, не менее трехмесячный запас. Это первое средство индивидуальной защиты. Туда входят каменезоны, маски, респираторы, защитные очки, защитные экраны. Также в большом количестве были до этого распределены медицинские изделия. Это ИВЛы, концентраторы. В конце июля глава Кабмина заявлял, что в лечебных учреждениях страны на тот момент уже имелось около 4,5 тысяч кислородных концентраторов. Это те, что за период эпидемии уже были закуплены и Минздравом, и переданы в качестве ГУМ помощи и купленные самими гражданами на собранные средства. Кроме тех аппаратов ИВЛ, что были в больницах еще до эпидемии, а это 570 штук, потребность была еще в 220. Получить дополнительно впоследствии удалось еще 176. Однако, как показала практика, нужды в них было куда меньше, чем в концентраторах. Сегодня дополнительные единицы медтехники на всякий случай лежат еще на складе. Это 700 кислородных концентраторов, 445 штук оксигенераторов, 31 стационарный аппарат ИВЛ. ГУМ помощь доноры присылают и сейчас. Через неделю ожидают поставок из Кореи и Китая. Теперь главное, чтобы в стране хватало врачей, знающих, как лечить и готовых работать с риском для жизни. Анастасия Соболева, Сартар Аширбаев, НТС. Более 500 кыргызстанцев, находившиеся в России, пытаются вернуться на родину снова через город Соль-Илецк, расположенный в Оренбургской области. Кроме этого, много наших соотечественников в данное время скопилось в Башкортостане, на территории, граничащей с Оренбургом. Все они нацелены добраться до КПП Сагарчин, чтобы далее через Казахстан попасть домой. Но власти Оренбургской области закрыли въезд нашим гражданам из Башкортостана и заявили, что пустят в область только тогда, когда Казахстан согласится открыть зеленый коридор к иргызским гражданам. Разместили наших соотечественников в палатках. Вот уже много дней они живут в так, в ожидании разрешения транзита. И это при том, что на улице осень. Как отметили в нашем МИДе, по всем дипломатическим каналам идут переговоры с казахской стороной. Посольство нашей республики в России тем временем составляет поименные списки для организации транспорта. Как только Казахстан даст добро на проезд, людей автобусами начнут доставлять в Кыргызстан. Дипломаты отмечают, что постоянно предупреждают мигрантов России не пытаться ехать в сторону казахстанско-российской границы, так как она продолжает быть закрытой. В ответ, почему наши соотечественники снова оказались под открытым небом на рубеже двух иностранных государств, они сообщили, что поверили ложным сообщениям в интернете о свободном пересечении границ. Продолжение следует... Продолжение следует... Врачи не только занимались родами, поиском желающих ребенка, но и даже помогали оформлять на них свидетельства о рождении. Свадебное торжество с каким угодно количеством гостей и с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Те, кто уже устал ждать окончания пандемии, чтобы связать себя узами брака и отметить это дело в компании друзей, вышли из ситуации оригинально. Стали организовывать виртуальные торжества. Для этого воспользовались платформой для проведения видеоконференции Zoom, где гости поднимают бокалы, сидя за своими столами и желают паре долгих лет жизни через окошко приложения. И в Кыргызстане есть такой пример свадьбы. Как это было? В следующем сюжете. Вместо приглашения ссылка, как подарок, бесплатный интернет. В таком формате провели свою свадьбу дизайнер Мирахима Пош и его избранница Диля Урумкулова. Бракосочетание состоялось 22 августа. Пара давно планировала сыграть свадьбу и в каком-нибудь необычном стиле. Из-за эпидемии бракосочетание пришлось перенести в интернет. Так, к счастью молодоженов, смогли порадоваться все родные и близкие, соблюдая все меры предосторожности. Были даже гости из-за границы. Приглашенные собрались по ту сторону экрана с помощью мобильного приложения Zoom. Церемония продлилась два часа на трех языках. Каждому гостю было уделено достаточно внимания, рассказывает Мирахима Пош. Нашу свадьбу мы организовали онлайн ради нашей безопасности и ради безопасности наших гостей. Модератор давал каждому приглашенному слово. Были и певцы. Не выходя из дома, они играли на комузе и других национальных кыргызских инструментах. Успели выступить все. На свадьбу было ростдано 100 приглашений. 40 человек приняли участие. Делится воспоминаниями о своей свадьбе дизайнер. Молодожены находились в небольшой студии. Кроме гостей, в церемонии задействовали еще тех персонал, который поддерживал работу приложений. Кто-то пришел домой без приглашения. Даже моя мама и теща приняли участие в нашей онлайн-свадьбе, а также наши родственники. Была только одна проблема – кому вначале предоставить слово. Мы решили, что первым поздравит нас тот, кто первым зайдет в приложение Zoom. Функции тамаде выполнял администратор. Ею была сестра Мирахима Упоша. По его словам, идея провести свадьбу в таком формате его избраннице пришлась по вкусу. Забирал жених-невесту по всем традициям. Даже серьги надевал. При этом присутствовало 10 человек. Моя избранница помогала советами. В общем, была согласна. Платье решили сшить сами. Ведь я дизайнер. Мирахим Упош считает, что пока ситуация полностью не стабилизируется, необходимо менять формат свадеб. По его словам, на такую церемонию затратили только 30% из той суммы, что планировали ранее. Теперь дизайнер эти деньги вложит в свою новую коллекцию в этно-стиле своего собственного бренда. Это мое лучшее, что я шил. Здесь воротник в форме асимметрии. Одна часть напоминает кыргызский чапан. Другая сторона более современная. Такой вот микс. Напомним, на празднества в кафе и рестораны сейчас разрешено приглашать только 50 гостей. Некоторым заведениям, таким как ночные клубы и фудкорты, работать пока запрещено. Наш информационный выпуск завершит прогноз погоды на завтра. Мы желаем вам приятных выходных. Оставайтесь на канале НТС. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!